Здравствуйте! Женя Эванс после очередного продолжительного перерыва стал выпускать регулярно видео. Сегодня он прям как из пулемета строчит, к нему приехали гости Максим и Витя. И Женечка наш бегает, ланью, значит, скачет, зеленые рептилии. Да, все замечательно. А почему нет, не возвращается к разговору, а что же вот этот бизнесмен Витя по поводу Амазона? Вы же пытались бизнес замутить. Интересно, многие написали Жене по поводу бизнеса? Вообще по правилам хорошего дона, по правилам делового сообщества Женя дал рекомендацию. То есть он поручился своим именем за этого человека. Он рекомендовал видео с его программы. Сейчас, особенно когда это произошло, их официальное такое, но нет, оно не официальное, я имею в виду, что личная встреча произошла по правилам делового этикета, но вообще хорошего дона, дона бизнеса. Он должен сказать, так, вот, да, Витя, мы запускали программу, у нас результаты такие-то, кто-то в работе. Нет, вместо этого Витя говорит, так, ну что, поехали за курами в хозяйственный магазин. И это бизнесмен с Амазона, который предлагал за пять тысяч долларов покупать программу. Нет, я, кстати, не знаю, может быть, действительно у них что-то идет, но очень странно, что при личной встрече нам ничего не было, потому что нам, подписчикам, Евгений всем сказал, ребята, давайте, вот сейчас есть Витя, ну так скажите пару слов, пару фраз о том, как у вас идут эти дела с обучением на платформе Амазон. Но нет. Ещё знаете, какая странность, что меня, что я, почему я записываю это видео сегодня? Эванс, вспомните Киру, которая была буквально, может быть, месяц назад у него в гостях, он также прыгал, скакал. Вот этот рыцарь на белом коне, заводилочка, юла, и юморной, и энергичный, и интеллектуальный, и всё покажет, расскажет. Гостеприимный хозяин, и всё, и всё хорошо, всё накрыто, сделано. Но потом, после Киры, у него был трёхнедельный, то есть мы его не знаем, как он сказал, не было, депрессия, я не знаю, ну то есть какие-то проблемы ментального характера. Сейчас то же самое, он излишне энергичен. И что странно, когда он называет интернет своей семьёй, он говорит, привет, моя семья, вы моя семья, здравствуйте. Забывает, что он говорил фразу, я на своих близких людей никогда не буду проблему перебрасывать. Так значит, выбор его сделал. Интернет для него, как он говорит, вы моя семья, здравствуйте. Для него это помойка, куда можно спускать всё своё плохое настроение, всё свои плохие... Да, у него часто по заголовке кликбейт, но в любом случае суть вот эта ноет, 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 как вампир энергетический. Поноет, поноет, потом восстановится, у него всё нормально, хорошо. Ну, может быть, друзья, для того, что вот вы приехали, обсудили, дела делаете, свои какие-то текущие проблемы решать. Вот у Витька там проблемы с этим, с масками, с чем там ещё, ну, со всей ситуацией. Корова, корова мировая. Обсудили. Ну, в общем, Женя Эванс, странный парень. Но, надо заметить, вот это я не могу этого не сказать, к финалу видео, что парень интеллектуальный. Чувствуется вот эта закалка, что он хорошо и усердно учился в школе. Всегда, если он даже проводит экскурсию друзьям своим, да, вот это нарочитое, конечно, вот там за стеночкой, этот вызывал в корабле на рубки к себе, матроса, там они там, что там, кувыркались. Но у него всегда есть вот то, что отличает человека, у которого было хорошее фундаментальное образование, как минимум школьное, уж не знаю, какой у него был университет. Ну, в общем, а что вы думаете о Жене Эванс и вообще о его бизнес-партнере по Амазону Витя? Спасибо.